Дорогие мои друзья, особенно в это время, когда все очень пасмурно, люди находятся в полном депресснике из-за того, что их желания, их цели попраны временем. Сейчас плохой период, он разрушает у всех или их жизнь, или здоровье, или их желания, цели. Так устроено время, оно сейчас действует прямо на всех сразу. Поэтому большинство людей находится в удрученном состоянии. Кто-то постоянно капризничает, кто-то в депресснике, кто-то причитает. Но те люди, которые идут на свет, которые ведут себя активно, жизнерадостно, они вызывают раздражение часто. Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они пошли против воли времени. Потому что человек всегда должен идти против воли времени. Время специально нас мучает, чтобы мы стали смелее, чтобы мы повернулись к нему лицом, а не бежали от него. Человек, который поддался вот этой ситуации и находится в подавленном состоянии, он разрушает свою жизнь. Но тот, который идет, то однозначно он придет. Этот человек однозначно будет первым, однозначно будет развитым. Потому что сейчас неплохое время, как вы говорите, оно самое лучшее. Потому что если спросить у человека, когда у него самое лучшее время, он называет то время, когда ему хорошо. А это время самое плохое, потому что человек в это время не развивается, он расслабляется. Он даже позволяет себе делать то, что раньше никогда не позволял. Но сейчас время, которое для всех нас имеет очень большую ценность. Но есть такое понятие скупости, человеческой скупости. Человек постоянно ноет, кнычит и просит лучше жизни. Он просит этого, не понимая, что в то время, которое сейчас является самым важным и ценным в жизни человека. Потому что когда естественным образом тебя напрягает энергия времени и создает тебе непреодолимые препятствия, то в это время лучше всего развивается человек. И потом, когда приходит время спокойное, такой человек естественно получает счастье. Ну то есть счастье не надо искать. Оно приходит само собой, когда приходит время. Когда человек пытается быть счастливым во время трудностей, и стонет, ноет и просит себе облегчения, то этот человек несомненно проиграет судьбе и потеряет время. Сейчас самое время восстать. Стать сильнее. Стать крепче. И для этого нужно знать правила. Есть в целом как бы два состояния человека. Одно состояние называется «У меня не хватает силы», а другое называется «У меня хватает силы». Вот допустим, у вас хватает силы. Да, у вас хватает силы. На судьбу свою. А у вас не хватает силы. Вот женщина. Да, вы. Да, у вас чуть-чуть не хватает. Вот. У вас, ну, вроде бы не хватает, но вы уже сильнее этого. То есть вы справляетесь. У вас хватает сил. Но вы не сильно напрягаетесь. Вот. Понимаете? То есть, все люди делятся на две категории. У одного у вас хватает сил. А вы думаете, что не хватает. Вот. Понимаете? У каждого человека или хватает сил, или не хватает. Если человеку не хватает сил, он должен искать помощи. То есть, если не хватает сил, нужно опираться на друзей. Если у тебя не хватает сил выйти замуж, не хватает сил найти работу, не хватает сил иметь достаточно высокое крепкое социальное положение, чтобы иметь достаточно средств на жизнь, то в этом случае нужно опираться на добрых друзей. Добрые друзья дают силу, которая повышает социальную силу человека. Дают возможность выйти замуж. Дают возможность устроиться на работу. Вот если даже вы просто с добрым другом пойдете устраиваться на работу, он вас доведет, шансы возрастают многократно. Ну, допустим, было 20% вероятности, а станет 80%. Просто если он вас доведет и скажет, иди, у тебя все будет хорошо. Потому что все зависит от расклада сил внутри. Силы, нужны силы. Мы часто думаем, что нужно образование, квалификация. Нужны силы, это все тоже нужно. Но силы на первой месте находятся. Вот человек, допустим, сдает экзамены. Если у него правильная расстановка сил в отношениях, то он приходит к преподавателям, преподаватель чувствует, что это хороший человек, нельзя ему ставить плохую отметку. И они его вытягивают, начинают ему наводящие вопросы задавать. А если у человека не хватает сил, правильное отношение строить, то ему гасит. Ему делают плохую отметку. Поэтому важно иметь силы. Если физически не хватает сил, тогда нужны друзья, добрые друзья, которые вместе с тобой будут весело шагать по просторам. Ну, то есть, они будут зарядку с тобой делать там и так далее. Ну, то есть, друзья, которые тебе помогут вытащить себя из физической слабости. Понимаете? А если физическое и психическое вместе, тогда и там, и там нужны добрые друзья. Ну, то есть, этот метод надо понять. Вот, допустим, люди приходят ко мне на лекции и говорят, Олег Геннадьевич, вот когда вы приезжаете, все классно становится. А потом, когда вас нет, месяца два, опять все как было. Это что значит? Это значит, что у вас нет добрых друзей. Ну, то есть, у вас неправильный образ жизни. Если я приехал и стало все классно, то это понятно. Почему так происходит? Потому что я такой человек. Это вы так думаете. А на самом деле так происходит, потому что вы собираетесь все вместе, и у вас очень хороший настрой. Этот настрой передается вам всем друг другу, и совершается такой обмен энергии, который приводит к такому сильному заряду. А я как дирижер. Понимаете? Пам-пар-ра-рам, пам-пар-ра-рам. То есть, я дирижирую просто. И если я дирижирую правильно, то тогда между вами создается такая сила, которая потом вас вдохновляет, и вы неожиданно оказывается, что лучше стало. Как-то лучше жить. На лекцию сходило лучше. Потому что много добрых людей собралось. Кстати, я бы вам советовал знакомиться друг с другом после лекции, потому что я знаю, по моим опытом, 30 лет уже читаю лекции, если человек недобрый, 3 часа он слушать меня не сможет. Поэтому все, кто остались до конца, добрые люди. Это 100%. Я причем не могу сказать про себя так, потому что говорить легче, чем слушать. Вы слушаете. Это значит, что вы добрые люди. И знакомьтесь, дружите друг с другом. И учитесь опираться на людей. У человека есть два психических состояния. Одно состояние я называю озером, а другое рекой. Это условно так. Но вы потом поймете, что так оно и есть. Допустим, мама узнала, что ее ребенок заболел. Она может начать волноваться по этому поводу или не будет волноваться. Одно из двух. Когда ее озеро счастья хватает в ее сердце, чтобы психически справиться с ребенком, психически именно, то она не будет волноваться. А если ее озеро счастья не хватает, то она начинает волноваться. И само по себе поведение такое является неправильным. Почему? Потому что, когда человек в состоянии озера находится, он очень быстро теряет силы. Человек должен находиться в состоянии реки. Состояние реки означает, человек не опирается на себя или не беспокоится. Мы обычно беспокоимся, означает опирается на себя человек. Вот если человек чувствует опасность в отношении к каким-то близким людям, он начинает думать о Боге или о добрых друзьях, что одно и то же. Потому что, когда человек думает о добрых друзьях, тоже Бог через них начинает действовать. Человек думает о природе, когда с любовью тоже энергия Бога действует. Когда человек думает о Боге, славит его через икону, через имя Бога, через священное писание, думает о Боге, то в это время энергия Бога заходит в него и человек должен отдавать эту энергию не ребенку своему, потому что в этот момент включается «Я – озеро», то есть «Я помогаю», а надо отдавать назад Богу или людям «Я желаю всем счастья». А ребенку будет помогать Бог в это время, потому что он знает, что нам нужно. И таким образом, когда духовная энергия будет действовать на ребенка, то получается, что через ваше сердце идет река, а ребенок находится в сердце. И воды этой реки омывают его, и ему становится легче. Вы при этом сами о нем не думаете. Если вы о нем думаете, то река останавливается, начинает действовать ваше озеро, то есть вы своими силами не помогаете. А если вы думаете о Боге и славите Бога или желаете счастья другим людям, то в этом случае через вас течет река, которая омывает ребенка, и ему становится легче. Завтра на ретрите вы почувствуете эту реку. Мы с вами когда будем повторять, я желаю всем счастья, включим духовную музыку. Вы почувствуете, как это действует. У вас появится знание, те, кто никогда этого не чувствовал. Но в целом, надо понять, что в трудный период жизни, когда наступает тяжелый период жизни, то реально выживают только те люди, которые кому-то нужны. Вот когда человек просто живет ради своих интересов, он его гасит жизнь. Нужно жить для кого-то. Человек, если живет для себя, он не может выжить в плохой период. Плохие периоды жизни характеризуются знаками. Вот, допустим, в ведах описано, что плохой период, может, затмение солнца, там, луны, человек заметил. Или он багровый рассвет такой, он спотыкается на дороге. Вот. Грязь вокруг, темнота, он в темноте идет, ничего не видит. Это тоже знаки плохие судьбы, что что-то плохое может наступить. Ну, то есть, такие знаки часто в жизни наступают. И люди обычно, если они живут для кого-то, они как думают, я не могу позволить себе умереть. Со мной ничего плохого не будет, потому что я должна поднять ребенка. Или я должна заботиться о близких людях. Или должен. И тогда человек выживает. Включается энергия Бога, потому что в это время он не опирается на свои силы. Он просит защиты. Неосознанно. Потому что он знает, что ему нужно помогать. И когда человек просит защиты, она сразу же приходит. Человек не опирается на себя. Но когда человеку не для кого жить, он не может просить защиты. Она ему незачем. Не нужна. Поэтому есть только один способ вытащить себя из тяжелого периода. Это перестать думать о себе. Допустим, человека кто-то бросил. Муж, допустим, бросил. Женщина попадает в депрессию. Она уже спать не может. Ей плохо становится. Как ей выйти из этого состояния? Есть только один способ. Это начать помогать людям в беде. Искать их и ему помогать. Несмотря на то, что ты сам в беде. Перестать думать о себе, помогать другим в это время. И вам станет легче. Вы пробовали так? Кто пробовал поднимите? Это смелые люди. Кто поднял руку, это значит, что они не скупые. Потому что скупые люди начинают ныть, ныкать и просить улучшения, облегчения. Но только смелый человек может победить судьбу. Нужно учиться быть смелым. Очень нужен я там в темноте. Если вам не нравится место, где вы живете, не нравится окружение, если на вас клевещут, если вы чувствуете, что потемнела жизнь, краски жизни поблекли, если вы чувствуете, что вы спотыкаете уже по дороге по ровной, значит наступил тяжелый период. И в этот тяжелый период надо быть кому-то нужным. А если вы никому не нужны, тогда найдите. Всегда люди есть, которые нуждаются в заботе. Если вы будете нужны, то тогда депрессии не будет. Депрессия означает сильная сосредоточенность на себе. Думаем, думаем о себе постоянно. Даже ночью. Означает депрессия. Надо найти для кого жить. Человек не может жить для себя. И тогда депрессия проходит. Когда человек начинает жить для других людей, то сначала он одинок. Он просто живет для других, он одинок сам по себе. Потому что люди, которые живут для других, они всегда непоняты всеми остальными. И над ними смеются, их презирают, их жалеют. Говорят, ну ты что, пожалей себя, хоть ты вообще как бы, что ты делаешь? Наслушался каких-то лекций. И непонятно, как начал жить вообще. Пожалей себя. Расслабься. Не мучай себя. Не слушайте этих людей. Очень скоро они все потерпят крах в своей жизни. А вы не потерпите к краху. У вас только начало вашей жизни. Вы расцветаете. Вам становится все лучше. Когда человек встает на правильный путь, так как он долгое время шел с горы, первое время ему придется идти в гору. Это значит, что станет тяжелее жить. Вот начали жить правильно, станет какое-то время тяжелее, потому что придется идти в гору. Но это недолго. Пару-тройку лет всего. А потом вся жизнь счастья. Жизнь же она длинная. Пару лет это небольшой срок. И поэтому нужно знать все эти законы, что окружающая среда, особенно в депрессивное время, не принимает правильного решения. Все вокруг не согласны с твоим образом жизни. Если ты принимаешь правильное решение, все, кто находится в пессимизме, они все бунтуют. Даже я когда вот эти повязки начал делать и ставить людям, многие люди из моего из окружения испугались, что этим занимаюсь. Начали бунтовать. Я очень смело пошел вперед. Я не обращал никого внимания. Такой принцип так навсегда надо делать. Не нужно никогда тушеваться, если вас сдерживают в ваших благих намерениях, желаниях служить людям, помогать, рисковать ради людей. Не бойтесь ничего. Бог защитит. Однозначно. Нет сомнений в этом. Если мотивы правильные, Булак Токуджава говорил, мотивы были бы чистые, остальное все приложится. Вот мотивы являются основой жизни человека. Есть правильные мотивы, есть неправильные. Есть люди, которых достаточно сил, они должны упирать на молитву, они должны делать аскезы, не пренебрегать дружбой, но при этом опираться на свои силы. Если у человека не хватает сил, он чувствует отчаяние, панику, у него нет сил, он со всех сил старается, но не может. Нужно опираться на друзей, на природу, на Бога. Ну, то есть, понимаете, всегда нужно иметь друзей, Бога и природу. Но опора бывает двух видов. Вот у меня был период, когда я по 8 часов в день молился, и все остальное время, целый месяц занимался только тем, что побеждал судьбу. Целый день. У меня был отпуск. Я был в святом месте, и все равно каждый день заново на меня навалилась судьба. Каждый день. Здесь нельзя разговаривать. Просто нельзя. Потому что очень сильная акустика, вы сразу будете мешать. Вот. Поэтому каждый день заново все приходилось сделать. И где-то на 20-й день я почувствовал, у меня нет возможности победить судьбу. Я принял это понимание, что я не могу, у меня нет возможности. И тогда, так как я был в святом месте, я начал просить Господа помощи. ну, то есть, понимаете, когда ты молишься, ты думаешь о Боге все время, Он и так тебе помогает. Но это особое состояние, когда ты чувствуешь, что сам не можешь себе помочь. и ты в отчаянии начинаешь просить Господа помощи. Только в том случае, когда твои силы уже наисходят. Ты слабее ситуации. Ты слабее. И я начал просить Господа помощи. И Он мгновенно помог мне. Мгновенно. Потому что Он ценит, когда человек делает все для того, чтобы победить судьбу своими силами. И если у него не хватает сил, то Бог помогает немедленно. Но только в этом случае. Так же происходит через добрых друзей. Мы не должны все сваливать всегда на Бога. Мы постоянно ныть. Господи, дай то, Господи, дай сё. Понимаете, это неправильное мышление и образ жизни. Нужно помнить о Боге и служить. И Бог будет помогать сам. Его не надо заставлять. Некоторые думают, что Бог уже очень старый. Он же давно живёт. Поэтому у него склероз как бы ему надо постоянно напоминать о себе. Ведь много же таких, как я. Много миллиардов. И, ну, как бы на меня, скорее всего, он не обращает внимания. И я буду постоянно его попросить напоминать ему. Живёт Господь прямо в сердце у нас. Он всё про нас знает, про нашу прошлую жизнь, что мы там вытворяли. Всё знает. Он знает про наши все желания. Он ничего не забывает никогда. Он вечно юный, в отличие от нас. вот. И поэтому нет проблем у него нам помочь. Но проблема в том, что ему не положено нам помогать, потому что у него есть правила здесь, в этом мире. Человек должен получать наказание за свои плохие поступки. И когда человек получает наказание, он должен его получить. Но есть исключения. Исключения составляют, когда человек меняет свою жизнь, когда человек перестаёт жить для себя и начинает жить для других, у Бога есть основания помогать человеку больше. И вот в тот момент, когда мне было совсем тяжело, я начал оформлять свою мысль, зачем мне нужна победа, зачем мне нужна победа. И я разные доводы приводил, но только когда я отказался от всех своих желаний и оставил только одно желание, чтобы те, ради кого я живу, им стало лучше, в этот момент произошло облегчение. Бог сразу начал помогать. То есть если вы упрямитесь, стучите ногами, ругаетесь на Бога, почему он не помогает, это не поможет. Поможет только если вы поменяете свое представление о жизни, если вы поймете, что жизнь предназначена для других, а не для себя. тогда все станет иначе. Тогда все станет иначе. Поэтому зачем огонять Бога нужно научиться жить правильно. Даже человек, который среди страданий начинает жить правильно, наступает для него колоссальное облегчение. Даже взять место, где вообще не должно быть облегчения, допустим, концлагерь. Там вообще не может быть никакого облегчения, там все обречены на смерть. Но даже если человек правильно понял, как правильно жить, и он во всех заботится, забыл о себе, то он в следующей жизни может продолжить заботиться о других и получит силу побеждать судьбу, даже если он ушел из жизни в таких ужасных условиях. Ну, то есть, другими словами, мы никогда не проигрыши, всегда не поздно начать жить правильно, даже если ты в непреодолимой ситуации. Но есть люди, которые и в концлагере остаются живые, если они правильно настроились, успели, так сказать, победить судьбу. Поэтому, так как вы еще не в концлагере, вы всего лишь в Украине, поэтому нужно достать. Я не против вашей страны, поверьте мне, мне нравится Украина. У меня дедушка извинится. Люди близки мне по духу. Я похож на дедушку. Люди здесь нравятся, они теплые, добрые, сердечные. И все могут быть счастливы здесь, в этой стране, если захотят. То есть, если поддаваться на общую атмосферу и как бы зависеть от ситуации, тогда нет. А если начать свою собственную жизнь и опираться на тех людей, которые правильно настроены, тогда да. Если поддерживать правительство и давать ему возможность оставаться у власти, тогда да. А если все время его свергать, тогда нет. Потому правительству просто нужно время для того, чтобы научиться управлять страной. Я думаю, что не меньше 8-9 лет одному человеку нужно научиться времени, чтобы научиться управлять страной, приобрести опыт. Управление это самая сложная вещь на земле. Ни в одном институте не научат, особенно управление конкретной страной. Это всегда личный, индивидуальный опыт. Поэтому главное не свергать никого, просто успокоиться, принять судьбу. Принять мужа, принять жену, принять город, в котором ты живешь. В хорошем городе живете? Да. У вас самый лучший климат на земле. Знаете об этом? Да. Да. Вот это параллельно, который вы живете, на ней Венеция находится. Вот. Я тоже на этом параллель живу. Это очень мягкий и добрый климат. Там дальше уже жарче, а туда холоднее. Здесь самое то. Здесь солнце много и много хороших добрых дней. А когда человек живет рядом с морем еще и на правильной полосе, так вообще супер. Понимаете? Но люди часто в такой среде расслабляются. Они начинают балдеть им, хорошо становятся. на этом фоне они впадают потом в депрессняк, у них теряется волевой импульс. Им становится слишком хорошо жить. Понимаете? От добра добра не ищут. я допустим сегодня зарядку делал и молился возле самого синего моря. И я чувствовал себя очень хорошо. И видел, что люди, которые приходят к морю, они тоже все счастливые, радостные. но если выйти туда подальше, то ты видишь другую картину совсем. Потому что люди не доходят до моря. Море дает человеку спокойствие, доброту, благодать, силы. Эта энергия, стихия дает человеку очень много. Вы чувствуете сейчас на лекции спокойствие? Знаете почему? Потому что ваше море зашло в меня, а я читаю лекцию. И вы все спокойны поэты. Чувствуете какая сила у вашего моря? Или нет? море вернулось Говором чаек Песни прибоя Рассвет пробуди Сердце как друга Море встречает Сердце как песня Звучит из груди Море преданным скалом Ты ненадолго подаришь прибой Море возьми меня в дальние дали Парусом алым вместе с тобой Я обещал сегодня попить девушку Я решание выполнился Можно лекцию читать дальше Хорошо Изучаем Песни это что такое? Это энергия любви Когда любовь заходит в сердце человека то у него приходит вместе с любовью знание Поэтому я всегда все что говорю сопровождаю песнями которые наполнены любовью и чистотой и они дают знание Вот допустим как помогают добрые друзья человеку Сначала человек служит людям просто Служит 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 У него сердце такое желание служить сильное И постепенно Бог становится довольным этим человеком И в результате того что он становится довольным им он дает ему таких людей вот есть такие люди через которых действует Бог то есть что он делает через этих людей он дает социальную силу вот если ты приходишь с этим человеком поговорить то тебе становится легче жить ты можешь легче устроиться на работу легче выйти замуж легче преодолеть трудности тебе муж бросает допустим ты приходишь к подруге верной тебе становится легче ты смотришь на мужа а он не хочет уже тебя бросать потому что ты сильнее его я знаю такой случай одна девушка ей муж сказал что я ухожу он решил уйти из дома и она пошла к подружке а так как она служила людям Бог ей дал вот такую подружку через которую он действует знаете что такое Бог действует через подружку ты с ней общаешься и тебе легче становится потому что через нее действует Бог не то что она такой силой обладает а так действует Бог через нее и она испытала облегчение сильное и пришла домой улыбается и муж говорит а что ты такая веселая она говорит а что ты думаешь что только ты можешь быть веселым он говорит а что у тебя кто-то есть что ли она говорит а что ты думаешь только у тебя кто-то может быть и он передумал уходить каждый живет ради своего блага и он понял что ему блага больше оставаться почему потому что она победила судьбу просто общаясь с подружкой надо знать эти законы потому что люди бегут к астрологу психологу или к психу ну есть же там бабки эти все сидят все еще денежку дашь он точно вернется ну это же бред полный вообще вас разводят на мякине знаете на мякине бывают годах главное денег чтобы больше давали запомните все самое лучшее на этой земле вообще бесплатно если вы приходите в святое место что там деньги берут нет а если деньги берут это уже не святое место понимаете все самое лучшее вообще бесплатно приходите и просто бог дает милость в храме допустим на святой земле возле моря это бесплатно платно нет верные друзья тоже бесплатно но надо чтобы бог дал поднимите руку у кого есть верные друзья вы благословлены все а у кого нет надо служить людям чтобы такое благословение получить счастливое в